Доброе утро, уважаемые коллеги! Приветствую вас сегодня на торговой сессии пятницы. Дождались мы, наконец-таки, очень важного для рынка в прямом смысле дня, поскольку сегодня у нас какое событие? Non-farm payrolls, пятничный, самый важный отчет по состоянию американского рынка труда, который, по идее, в случае реализации сценария касательно хорошей статистики, снова вернет на рынки спекуляции на тему предстоящего повышения процентной ставки в Соединенных Штатах Америки. Поэтому для доллара, может быть, это фактор серьезного позитива, для рисковых инструментов, разумеется, разгрузка. Ну, а во всем по порядку. Давайте снова обратимся к поведению, текущему, актуальному на данный момент, поведению рубля против американского конкурента. Мы видим то, что уровень 50 держится. Если посмотреть на поведение нефти, соответствующее, указывающее на дальнейшие перспективы рубля, то можно сказать, что вчерашняя торговая сессия, в принципе, как последние две торговые сессии, и сегодняшняя, между прочим, тоже, глядя на динамику азиатских торгов, для нефти являются разгрузочными, потому что только за один вчерашний день бренд у нас потерял больше 5%. Мы видим коррекцию, которая началась сегодня с 70 долларов за баррель и продолжается по текущий момент. Если зайти с всеобъемлющего фундаментального фона и вернуться, собственно, к тем идеям, которые мы обозначали по нефти, то, разумеется, уровень 70 был слишком крутым для того, чтобы, соответственно, определить динамику возможной даже риски, связанной с тем, что есть ли шанс на то, что нефть сможет закрепиться выше 70. Мы отмечали, что оснований для этого нет, поскольку уровень 70 является крутоватым, и, разумеется, это то ценовое значение, которое подстегивает к производству сланцевых производителей нефти США. А значит, это уровень, рядом с которым можно ожидать соответствующих заявлений со стороны ОПЕК, в принципе, мы их ждем, и в какой-то мере вчера они уже поступили. Ну, если прочитать между строк, я думаю, что можно вчерашние комментарии со стороны Ирана уже, соответственно, проецировать на предстоящее заседание нефтяного картеля ОПЕК и сделать вывод о том, что представители этого нефтяного конгломерата, разумеется, продолжают удерживать прежние объемы выработки, периодически их даже увеличивая, а значит, они сохраняют свое положение на рынке, свою долю и по-прежнему готовы при первой же возможности изъявить еще больше желания к экспансии на энергетическом рынке. Теперь, что касается вчерашних комментариев Ирана, отметили, что после того, как санкции будут окончательно сняты, в течение полугода объемы добычи будут разогнаны до 3,8 миллионов в сутки. Получается, если мы соединим уже в едино все тенденции, которые были озвучены по большинству стран ОПЕК, получается, что в рамках июньского заседания мы услышим с большей долей вероятности о том, что объемы выработки даже, может быть, не остались на прежнем уровне 30 миллионов баррелей в сутки, а, может быть, даже окажутся еще больше. Поэтому это риски, переизбытка предложения на энергетическом рынке и, соответственно, серьезные риски для того, чтобы бренд у нас продолжил корректироваться и, на мой взгляд, вернулся к более стоящим и фундаментально обоснованным уровням. Это как минимум 60, а может быть, даже еще ниже. Тем более, что на следующей неделе у нас очень много статистики по Китаю. Опять проанализируем и инвестиции, капиталовложения, промышленный сектор, розничный сектор по торговле. И я думаю, можно даже с большой долей вероятности сказать, что нас ожидает еще одна порция слабой статистики по Китаю. Поэтому в целом, учитывая их фискальные проблемы, можно ожидать дополнительного давления для нефтяного рынка, поскольку с экономическими трудностями ключевой потребитель энергоресурсов по-прежнему продолжает сталкиваться. Что касается реакции рубля. Поскольку львиная часть просадки, коррекции нефти пришлась уже на вторую половину дня, я думаю, что сегодня велика вероятность того, что рубль у нас продолжит находиться под давлением, резонируя от вчерашней коррекции нефтяных цен. Поэтому сейчас в целом у нас картина располагает к тому, что мы продолжаем следить за нефтяным рынком. Ну и, конечно же, стоит обращать внимание на периодически появляющиеся в средствах массовой информации заявления со стороны Центрального банка о том, что если рубль все-таки при даже текущей фундаментальной картине с учетом текущих новостных поводов и событий сможет оказаться ниже 50 против доллара, я думаю, что мы в очередной раз услышим о решении Центрального банка повысить стоимость фондирования посредством операции валютного репо. Несколько раз, точнее трижды они это уже делали, и это оказывало свое воздействие на поведение российской валюты и приводило к ее абсолютно оправданному ослаблению, поскольку повышение стоимости фондирования операции валютного репо снижает разницу доходности рублевых и долларовых активов. И, в принципе, инвестиции в рубли становятся уже не такими уж и привлекательными, как это было раньше. Поэтому, в целом, все-таки стоит понимать, что уровень 50 – это не победа для российской экономики, поскольку крепкий рубль с учетом текущих экономических реалий, он на самом деле представляет такую же опасность, как, в принципе, и слишком слабо. Поэтому по рублю ждем также пока локальной проторговки, но с большим заделом в пользу того, что рубль у нас все-таки должен показать еще период, может быть, даже затяжной девальвации. Ждем 55, как только достигнем этой отметки, тогда уже будем думать дальше. Идем дальше. Европейская валюта, откройте графики, евро-доллар, европейский актив несколько дней назад уперся в очень мощное сопротивление в районе 1.14, не хватило у него силённых для того, чтобы закрепиться выше, но, в принципе, понятно, с чем это связано. Все-таки последние макроэкономические данные, хоть и оказывали позитивное воздействие на экономику в целом, мы, помните, снова вернулись к перспективам программы количественного смягчения, снова обозначили сроки этой программы и снова услышали, что эти агрессивные меры, они продолжат быть реальностью для европейского рынка, а значит, поднимать вопросы о том, что по причине хороших макроэкономических данных еврозона может досрочно выйти из неё не стоит. К тому же у нас есть серьёзный фактор политической нестабильности – это Греция. Напомню, что ближайшая дата исполнения довольно-таки крупного долгового обязательства – 770 миллионов евро перед Международным валютным фондом приближается, это уже следующий вторник, по-прежнему, как вы знаете, договорённости нет, нет пакета реформ и, соответственно, нет оснований для тройки международных кредиторов разблокировать, по сути, обещанный транш кредитных ресурсов на сумму более чем 7 миллиардов евро. Очень много периодически появляющихся заявлений в новостных лентах о том, что чаще они идут, конечно же, со стороны Греции, потому что они испытывают надежды касательно того, что договорённость будет достигнута, вот-вот они уже предвкушают это. После этого появляются другие комментарии уже со стороны Европейского центрального банка, со стороны Международного валютного фонда, которые отмечают, что они всегда были готовы пойти навстречу Греции, они только рады разблокировать этот транш кредитных ресурсов, но вот Греция почему-то не идёт навстречу им и не выполняет свои обязательства, поэтому камень преткновения сейчас находится именно у греков. Вопрос подвешен, если оценить, возможно, негативные эффекты того, что если Греция не сможет исполнить свои долговые обязательства, это, конечно же, потенциальный технический дефолт. К чему он может привести? Он может привести в случае факта реализации и притворения в жизни этого сценария, к тому, что каналы экстренного финансирования со стороны Еврозоны и, прежде всего, ИЦБ будут также перекрыты. В Греции будут в моменте закрыты, уверенно, большинство кредитных финансовых институтов, поскольку создадутся риски огульного вывода, скажем, средства инвесторов из этого региона. Правительство вынуждено будет ввести ограничения на движение капиталов, это создат ещё большие риски, ещё большее давление для экономической системы. Итак, Греция планомерно погрузится в экономический кризис, который, скорее всего, ей не удастся преодолеть даже в ближайшие, может быть, 10-15 лет. Понятное дело, что после того, как экономический кризис приведёт к таким коллапсовым последствиям, этот кризис быстро перекинется на политическую арену. И экономика, точнее, в плане проблем экономических секторов, станет таким же актуальным затруднением уже со стороны политической стабильности. Греция. Вопрос подвешен, ребят. Если посмотреть на динамику европейской валюты, то да, локальные факторы статистической поддержки неплохо оказывают своё позитивное влияние на евро. Но всё-таки видно, что есть внешний негативный фон, внешний, точнее, даже не внешнего характера, Греция всё-таки полноценный член Европейского Союза, внутренний фактор нестабильности. И этот риск не нужно выпускать из вида, тем более, что тема актуальна, и мы ещё не знаем, удастся ли тройке международных корректора договориться с греческим государством. Ещё хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас рисковые инструменты, ну и, разумеется, главный валютный риск европейского актива, валюта, разумеется, чувствительна к тем макроэкономическим данным, которые мы ожидаем по американскому рынку труда. Почему? Потому что этот отчёт создаст предпосылки для движения именно доллара. И, как ни крути, рисковым инструментам придётся дисконтировать собственные стоимости, силу, либо слабости американской валюты. Несколько дней назад мы получили слабые данные по EDP. По идее, в целом, это можно рассматривать как основание для того, чтобы и non-farm оказались плохими. Но на рынке сейчас очень много комментариев, прогнозов со стороны инвестиционных банков о том, что от ФРС, а точнее от Минтруда сейчас стоит ожидать сюрпризных, прорывных макроэкономических данных, которые способны вернуть осознание на рынок о том, что рынок труда восстанавливается. И дополнительную, скажем, поддержку такому сценарию оказали вчерашние данные по пособиям по безработице. Поскольку статистика снова оказалась неплохой, это повысило спекуляции на тему того, каким же все-таки макроэкономическим отчетом может похвастаться американский рынок труда о сегодня. Вспомним ожидания. Goldman Sachs прогнозирует число новых рабочих места свыше 230 тысяч. Инвестиционный банк Намура обозначает, что сегодня мы увидим о приросте, сообщение о приросте числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора 270 тысяч. Соответственно, плюс еще вчерашние пособия. И получается, все-таки есть основания полагать, что сегодняшние данные по американской статистике могут оказаться очень даже неплохими. Поэтому, откройте графики доллар-японская иена. Здесь также видно, что доллар понемногу закладывает в позитивный сценарий. Снова открылся от локального минимума в районе 119 небольшим и сейчас вернулся к уровню 120. Получается, сейчас доллар также предвкушает хорошую статистику. Еще добавлю сюда комментарии Международного валютного фонда касательно перспектив японской экономики. И эти комментарии предполагают необходимости задействовать мер экономического стимулирования, если Банк Японии хочет выйти на целевой показатель по инфляции в 2%. Между прочим, комментарии со стороны Международного валютного фонда в последнее время звучат все чаще, поскольку МВФ делает большую ставку на то, что именно азиатский рынок в этом и последующие годы окажется одним из самых динамично развивающихся. Но для того, чтобы оправдались эти оптимистичные ожидания, нужно, чтобы и национальные экономики, прежде всего Китай и Япония, предпринимали необходимые меры по стимулированию экономики. Разумеется, в рамках Японии это та самая программа количественного смягчения. Я думаю, что в ближайшее время все-таки мы сможем услышать о увеличении этой программы на 50 триллион йен в год. Если это произойдет, то для японской валюты это такой же серьезный фактор давления, как это было в момент запуска первого раунда количественного смягчения. Поэтому сейчас у нас в целом, пока мы фокусируемся, конечно же, на сегодняшнем отчете по Non-Farm Barrels, если сегодня мы получаем подтверждение того, что экономика смогла создать больше 200 тысяч новых рабочих мест, я думаю, что снова, ребят, можно будет вернуться к обсуждению сроков повышения процентной ставки и наш с вами дата, на которую мы ориентируемся, точнее даже месяц, на который мы ориентируемся, это июнь. Тем более, что его не списали со своих радаров потенциальной решительности даже представителей Федеральной резервной системы. Сегодняшний отчет определяющий, уже на следующей неделе поговорим с вами в целом о перспективах, которые есть перед валютными активами, поскольку основной макроэкономический фон у нас уже будет исчерпан и будем также делать ставку еще на технические факторы. Сегодня отчет, напомню, в 15.30 по Москве, число новых рабочих мест и уровень по безработице. Самый важный отчет не только сегодняшнего дня, может быть, даже последнего месяца. И очень важный сейчас, тогда, когда трейдеры разбились на два лагеря. Те, кто все-таки надеются на скорое повышение процентной ставки и те, кто ждет дополнительного подтверждения, способного сказать, в пользу того, когда же может произойти это ужесточение. Еще хочу обратить ваше внимание на британскую валюту. Думаю, вы уже обратили сами внимание на этот стремительный рост. За последние полтора дня можно сказать, что пара прибавила больше 300 фунтов, ну или около того. В среду, точнее даже в четверг утром, мы видели то, что пара опустилась у нас локально ниже 52. Это было связано с тем, что политическая картина только начинала развиваться, только открывались избирательные участки. И политическая тема, напомню, для британцев была номер один. Кто же одержит победу? Консерваторы, либерал-демократы, либористы. И каким же будет политическое содружество, тандем этих партий, в случае получения большинства кем-нибудь из них. Почему британец перед, собственно, началом голосования оказался под давлением? Потому что как раз были риски, связанные с тем, что если победу одержат не консерваторы, а, к примеру, либористы, политическая тема, а точнее политическая стабильность будет под серьезной угрозой, вопрос будет подвешен, неясно, как, скажем, новое руководство будет управлять страной. Сейчас, разумеется, глядя на динамику британцев, понятно, что эти риски уже нивилированы, потому что победу пока, по официальным данным, ну и можно сказать, наверное, уже наверняка одержали консерваторы, значит, правительство Кэмерона снова остается у руля. Думаю, что следующим этапом будет формирование коалиционного правительства, наверное, как и в прошлый раз, с либерал-демократами. Это позитивный фактор для британской валюты. Поэтому мы видели, как фунт динамично отреагировал на это событие, вернулся в район 1,55, но я уверен, что сейчас, после уже исчерпания политического фона, это локальный максимум для британской валюты. И сейчас стоит рассматривать, как мы рассматриваем по австралийцу, уровень 0,8, как отличный уровень для продаж, уровень 1,55, также по паре фунт-доллар, отличный для того, чтобы занимать стратегический шорт с возможностью возвращения в район 1,5. Текущая актуальная котировка на каком уровне фунт-доллар? То есть уже с локального максимума мы скоррекнулись примерно на 100 пунктов. Это так? На 60 пунктов. Если пара все-таки сможет еще вернуться к локальному максимуму, думаю, что стоит присоединиться к той идее, которую я сейчас обозначил. Но в целом можно попробовать рискнуть даже с текущих отметок. Хотя очень многое будет зависеть, как я уже сказал, от сегодняшних данных по американскому рынку труда, поскольку они все-таки, учитывая фундаментальный фон и влияние на доллар, являются определяющими. Ясно? Вопросы? Тогда большое спасибо за внимание. Поздравляю вас с пятницей. Следим за рынками. Извините, есть два вопроса. Один из канала. Какие валютные пары стоит рассматривать для входа в сделку в валют-пару? Доллар и японская иена. Кстати, мы сделали инвестиционную идею. Я думаю, что с этой идеей уже те, кто отслеживает новостную ленту, ознакомились. Если нет, предлагаю зайти на наш сайт и посмотреть, в чем она заключается. Она касается как раз ожиданий хороших данных по Non-Farm Quarles и, соответственно, возможностей для роста доллара и японской иены. Спасибо. И еще один вопрос. Стоит ли ожидать вебинар правильный понедельник или, может быть, правильный вторник? Да, конечно же, стоит. Только в этот раз мы проведем вебинар во вторник. И у нас получится своего рода правильный вторник. Спасибо за замечание. Все верно. Поэтому, разумеется, поскольку событий у нас было очень много интересных, у нас будет о чем поговорить. Приглашаю всех на вебинар. А во сколько? В 15.30, как всегда, по московскому. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Хорошей торговой сессии. И увидимся на следующей неделе.